Продолжение следует... В этом свете необходимо рассматривать один маленький вопрос. Почему в конце прошлого года произошло такое явление семьи Назарбаевых народу Казахстана? Да и не только народу Казахстана. Встреча Назарбаева с непонятным списком лиц, которых пригласил Назарбаев на клуб Астана, где он хотел всем присутствующим показать, что он еще много значит в мировой политике. И кто если сбросил его со счетов, то это очень рано. Он еще покажет свое, добьется того, чего он хочет добиться. А его главная причина, что он начал активно действовать, это Нобелевская премия мира. Он никак не может отойти от этой детской игрушки, которую он захотел себе получить. Он стал активным после того, как он слетал к Путину. Встретился неформально с Путиным. И пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что да, была встреча в воскресенье, но ничего не сказал конкретно о вопросах, которые рассматривались на этом неофициальной встрече. Этому всему предшествовала выход книги на султана Назарбаева «Моя жизнь». Где он дал очень высокую хвалебную оценку деятельности Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. И где он сказал, что он человек слова, и он держит это слово. Но бывает так, что он проявляет какой-то холодок к одному или другому руководителю. И этот холодок очень долго держится. Я сразу понял эту ситуацию. Как только Назарбаев обнародовал свою книгу, то появился холодок между Путиным и Назарбаевым. И этот холодок появился после неформального саммита в Санкт-Петербурге. 2021 года, 27 декабря, главы стран СНГ встретились в Санкт-Петербурге на неформальной встрече. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте прежде всего поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию, в Петербург на встречу, которая стала уже фактически традиционной. Мы до пандемии регулярно встречались в Питере перед Новым годом. Этот год особенный для СНГ... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 встречу двух руководителей Казахстана, это султана Назарбаева и нынешнего Токаева. И по результату встречи мы видели, что Токаев ушел с Путиным, а экс-президента провожал батька, белорусский президент. Видно было, что Назарбаев очень недоволен и очень взволнован в этот момент времени был. И после этого появился Кантар 1922 года. И когда впервые за все время январских событий Назарбаев вышел в эфир, это было 16 января, то соответствующие структуры зафиксировали выход его с патриарших прудов города Москвы. А он сказал, что он находится в городе Астане и никуда из Астаны не уезжал. И он сказал, что нет конфликта элит, а есть хулиганские действия. И 2020 год для президента Токаева был очень плодотворным по встрече с президентом Российской Федерации. И после этого, я думаю, что этот холодок очень сильно усилился между Путиным и Назарбаевым. Назарбаев, как в таких случаях поступает, он принимает все меры для того, чтобы встретиться с этим человеком. Так было, когда он полетел к Трампу, вы помните, когда Назарбаев объявил якобы, что там 22 миллиарда долларов были арестованы, это пенсионные деньги были в республике Казахстан. А потом, как сказали соответствующие знающие люди и средства массовой информации, что были арестованы деньги на султана Назарбаева, и он полетел к Трампу и договорился о снятии этих арестов денег. Точно так же договорился Назарбаев о встрече с Путиным. В конце декабря 2023 года состоялась встреча. Я думаю, что произошли объяснения, и ряд вопросов были сняты, как я понимаю. И вот тогда, ну, султан Назарбаев и члены его семьи, не только он, еще раз повторюсь, выпустил книгу, провел заседание клуба Астана, Дарига Назарбаева выступила, Динара Кулебаева приехала в Казахстан. Столько лет не была в Казахстане, а тут примчалась и объявила о том, что вот мы празднуем сегодня 20-летие фонда образования на султана Назарбаева. Хочу отметить, что Динара Кулебаева открыла такой же фонд и в Швейцарии, и через этот фонд помогает богатым швейцарцам еще богатеть больше. И вот эта активность семьи на султана Назарбаева, она прошла на фоне поклона на султана Назарбаева Путину, и тот снял свой холодок с султана Назарбаева и, наверное, дал команду Тукаеву прекратить все нападки на султана Назарбаева. А обида на султана Назарбаева, она была налицо. Тукаев не выполнил договоренность между Тукаевым и Назарбаевым. Я думаю, что эта договоренность была известна и президенту Российской Федерации. Я думаю, что впереди нас ждет еще не одно очень интересное событие на этом фоне. Ну а дальше мы уже видим, что в течение года Тукаев проводил встречи с Путиным, а в конце года все-таки султан Назарбаев напросился на прием к Путину и снял какие-то вопросы. Поэтому семья никуда не ушла. Семья продолжает владеть всеми компаниями, всеми капиталами, недвижимостью. Все, что было захвачено этой семьей, все продолжает находиться в руках этой семьи. Тукаев не в состоянии сегодня решить эту проблему. Поэтому такой президент, который боится потребовать от экс-президента возврата активов и финансовых ресурсов, выведенных за пределы Казахстана, семья Назарбаева, Казахстану такой президент не нужен. Нужен более решительный человек, который мог поставить бы на место и Назарбаева, и членов его семьи. Поэтому, дорогие мои друзья, как видите, клубок этот очень запутанный. И разрывать этот клубок можно только решительными действиями. Поэтому нужно нам требовать от нынешней власти, от президента Тукаева, возврата активов, но не так, как сегодня проводится под столом, а открыто, кто, сколько, когда, куда, кто будет получателем этих денег, куда они будут направлены, надеюсь, не на Экспо-2029, а будут направлены и на нужды граждан Казахстана. На этом я заканчиваю, дорогие мои друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И до новой встречи!